Краткое содержание сказки Волкова Александра Мелентьевича «Волшебник изумрудного города». Сильнейший ураган, наколдованный злой колдуньей Гингемой, унес девочку Эли и ее песика Татошку из родного Канзаса в волшебную страну. Здесь девочка узнала, что вернуться домой ей сможет помочь только великий волшебник Гудвин, проживающий в изумрудном городе. Кроме того, она должна исполнить желание трех существ. По дороге к волшебнику Эли повстречала соломенное чучело Страшилу, которая мечтала получить мозги. Они вместе пошли в изумрудный город и вскоре обнаружили заржавевшего дровосека, мечтавшего о настоящем сердце. Друзья смазали его маслом и все вместе тронулись в путь. Спустя время к компании присоединился и трусливый лев, который очень хотел стать смелым и отважным. Оказавшись в изумрудном городе, они отправились к великому Гудвину, но тот в обмен на свою помощь потребовал от друзей освободить фиолетовую страну от злой волшебницы Бастинды. Они были вынуждены согласиться и после продолжительной борьбы со злой и коварной колдуньей одержали над ней верх. Компания потребовала от Гудвина исполнения их желаний, вот только он оказался не великим волшебником, а обычным человеком. Впрочем, каждый получил, что хотел, преодолевая многочисленные препятствия. Страшило набрался ума, дровосек стал добрым, а лев – храбрым. Простившись с друзьями, Эли с Татошкой вернулись в Канзас благодаря волшебным серебряным башмачкам.